Она не копирует традиционные образцы, а создаёт свои оригинальные произведения. В экспозиции, посвящённой Бружанскому и Каменецкому районам, работы народного мастера Белоруссии Марии Кулецкой занимает особое место. Художница восстановила утраченный белорусский промысел – рисунки на стекле. Многие её произведения находятся в музеях и частных коллекциях. Работаю я в разных-разных техниках. Я люблю и вышивать, и вязать, и ткать, и плести соломки. Всё я могу, но в основном я занималась розписом по школу, потому что это нужно было отразить, чтобы оно не возникло. Малюю я на разные темы. И библейские темы, и архитектуру Бружанщины малюю, и квятки, и всякие котики, голубки, лебеди. Я в основном видела эту работу в детстве. В ухоженной хате была не одна, не один такой малюю. Традиционные костюмы волковыско-каменецкого строя, двухосновные ковры, вытянанки, гончарные бытовые изделия. В экспозиции более ста предметов из фондов областного краеведческого музея. Эти экспонаты по праву можно считать визитной карточкой Беловежского края. Наиболее интересным является костюм Каменецкого района из деревни Кунаховичи, потому что он представляет собой самый древний экземпляр, образец традиционного одежды волковыско-каменецкого строя. Подвойные диваны, которые характерны только для нескольких деревень белорусско-польского пограничья. Ну и, конечно, мне хотелось бы обратить внимание на работы других народных мастеров. Это черноглянцевая керамика, это деревянные скульптурные композиции Николая Тарасюка. Изюминкой на презентации проекта «Обрещено-этнографическое» стали выступления фольклорных коллективов. Ой, у Ганочки молоденькой, начинается веселье! Каждый из районов имеет свою неповторимую историю, отмечают организаторы. На этот год в музее запланировано три экспозиции, которые познакомят посетителей с самообытной культурой Брещены. Сегодня в фондах областного краеведческого музея насчитывается более трех тысяч экспонатов этнографии региона. Конечно, мы скорыстались этой махчимостью показать все то, что у нас есть. Этот проект – это история нашей страны, нашей родимы, и история каждого из нас, без собистых семей. В этот проект – культурный код нации, как бы мы могли так сказать. Йонат показывает всю нашу культуру белорусской и так само традицию и этнографию белорусского края. Представленная выставка вызвала большой интерес у посетителей, которые получили уникальную возможность заглянуть в прошлое, узнать много новых и интересных исторических фактов. Очень сильно понравилось в этой экспозиции, что здесь представлены предметы, одежды, в принципе, творчество моего родного края. Я сама не из Бреста, а из Брежан. Очень-очень интересные орнаменты, которых я никогда не видела. Такие мероприятия очень вдохновляют на творчество, на возрождение традиции Беларуси, белорусского края. Познакомиться с историей традиционной культуры Брещины можно в художественном музее до 20 марта.